Привет, ребята. Чудописление. Телефон от компании Narzots 30. Я надеюсь, что будет все-таки кому-то интересный. Экранчик 6,5 из Full HD+, аккумулятор с 5000, DMX 704, 4-байта оперативки, ИС-128 из постоянной UFS. Корпус из пластика идет. Единственное, что теперь стоимость его уже чуть-чуть вкусается. Я думаю, что все в курсе, что покупали изначально 170 долларов. Недавно скидка была за 154. Кто-то купил 157. Мне в комментариях писали. Но в любом случае, есть, знаете, за такую стоимость, я считаю, что пушка. Но теперь я включал, он стоит 190 долларов. И, ребят, я считаю, что эта цена все-таки, ну, знаете, честно, чуть-чуть вкусается. 190 долларов. Здесь вы уже чуть-чуть докидаете денег. Есть телефоны поинтереснее. По корпусу он полностью сделан из пластика. Но стильный и красивый дизайн спасает, что в комплекте в чехольчике из пластика идет. Вот просто у меня еще за компанию был Юмидиги. Вот, ребята, и гляньте, вот просто, что он такой, знаете, в каркасе из металла. И в конечном, ну, скажем, в плане дизайна он смотрится покруче. Но в конечном итоге, знаете, вставлял в сим-карты и был, ну, что, на отдыхе, то там, где Юмидиги в интернет плохой был, то здесь стабильно в 4G, 4G+, и шло. Сканер сбоку идет, включается и срабатывает. Потому что в целом все классно. Единственное замечание. Хотелось, чтобы был он чуть-чуть, скажем, опущенный. Вот просто, видите, вот я в большинстве телефон держу вот так, а получается вот мне держать его вот так надо. Но спасение. Тут есть еще и функция, что? Сканер не от лица. Я не знаю, что в компанию делать, но и в темноте, и днем, и в любых условиях при солнце включается и срабатывает вообще изумительнейше. Тут лучше все классно. Экранчик у нас и красивый, и яркий вчитаемость. При солнце изумительнейшее идет. Я не знаю, что кто в теме. У меня там, вот я Юмидиги вкидал. Вот просто, чтобы вы увидели такой степени и по яркости экраны, их отличается, и что, и с сим-картами, и по интернету, и в качество там, ну, что действительно, что отличается. И в чем прикол, что здесь экранчик идет еще 90-герцовый. Если захотели, вот смотрите, я показываю, где у нас установочки идут. Так, извините, звук включил. Не то, экран есть, и пункт у нас есть. Ну, температура изменяется, и я так думаю, что все в курсе, акцентировать вот нет. И смотрите, у нас есть автоматическое изменение герцовки, вот есть и 90, и 60. Но вот просто, узнаете, вот я включал, чтобы и 60-ка была, то все-таки аккумулятор держит поболее. Автоматически включал, то знаете, такое вот чувство было, что 90 включено. И в любом случае, скажем, аккумулятора хватало к концу дня, и все. Здесь я бы и хотел сказать, что все круто, но вот или я слишком использовал. Ну, что конкретно, вот я думал, что с таким аккумулятором все-таки покруче, что все будет. Но вот в чем прикол, вот смотрите, в ситуации, я взял на единственном, ну, аккумуляторе, вот только снял из питания, чуть попользовался, и сделал строттлинг-тесты. Вот я не знаю, вот вы видите, у меня было, что изначально, в 94, по-моему, процента. И смотрите, вот сколько вот я включил, и за компанию еще включил, и сколько по аккумулятору все было. Но самое вот смешное в такой ситуации, что вот я вот сколько бы им не пользовался, вот на такие же цифры использования у меня, ну, чтобы оказались, вот не получилось. По экранчику, я так думаю, что все услышали, что я имел в виду. По плавности и системы в целом все включается и срабатывает, что вполне комфортно. Но иногда, вот если вы, скажем, увлекаетесь, то все-таки вот вы увидите чуть-чуть притормаживания системы. Вот я не хочу рассказывать, что все здесь, знаете, до какой степени идеально. Еще столкнулся и с плохим моментом от ребят, что у телефона 3,5 идет. Ну вот, ребят, вот честно, вот я не знаю, вставил сюда уши вот эти, и по качеству оказалось вообще полный шоколад. Я не знаю, или у меня плохие уши, или что, но именно из 3,5, качество звучания вообще ужас был. И спасал меня вот единственное, что Bluetooth, что я использовал, то было все-таки комфортно. Вот так, чтобы громкость, динамика вы услышали, вот я не знаю, по камере услышите или нет. Ну, скажем так, что громкость вот здесь вполне комфортная, вы услышите, но от этого в конечном итоге еще оказался один из недостатков, что вибрация. Вот, ребята, здесь до такой степени хреновый вообще, что вибра идет, что ужас. Я вообще, он здесь не чувствуется. Вот просто, я не знаю, что вот надо сделать, чтобы вы его почувствовали. Да, ну, что все классно, но по факту, вот, ребят, звук вполне классный, но в 3,5 и вибра здесь полный хлам. Это единственный из недостатков, что вот я в телефоне искал и все-таки откопал. Есть по плюшкам, я думаю, что все в курсе, у нас здесь есть, скажем так, интересные штуки, но я всегда акцентировал, что вот я их вот не использую. Это не слишком интересно. В системе используется у нас версия интерфейса Realme V2.0. О, все-таки я сказала, ребят, и в чем прикол, что оказалось, что у нас есть 4 гигабайта оперативки и плюс еще 3 гигабайта и системы снимается. И в теории, вот смотрите, я не знаю, там сколько в приложении включено, но все включены у меня. Вот вы прикиньте, а, комфортно, все включится или нет? И все в памяти идут. Ага, вот скажите, с каким из телефонов вы сможете такое что сделать? Вот здесь включаете шторку, просто чтобы увидели и скорость включения. Вполне в комфортно. Чуть-чуть синтетики, я думаю, что окажется все-таки кому-то интересно. У нас же есть люди, что увлекаются скриншотами, ой, синтетикой. И специально в тесты в памяти показываю. Так, я надеюсь, что все увидели. Еще один тест. Есть синтетика в первый раз. Еще раз синтетика. В тесты троттлинга. Кстати, 100 потоков включал. Так, по графике делал. Дигбенч 5. PCMark у нас есть. Снова тест. И снова Antutu. И снова Antutu. Скажем, знаете, вот я издевался из него по полной. И все, чтобы было комфортно. По спутникам в теории, что все включается круто. Но вы учитывайте, что в помещении иногда бывает ты включаешь и сигнал слабоватый. Но спасает, что корпус полностью из пластика. И из-за этого у нас и классный интернет идет, и прием сигнала, и всего вполне ок. Вот я надеюсь, что увидели, что мы в помещении. И включился, и срабатывает. Потому что претензий не имеем. И с датчиком приближения все у нас здесь классно. Экранчик штукнет только вы попытаетесь с кем-то поговорить. Вот здесь действительно комфортно. Стабильно использовались еще и часами, и с бетуз ушами. В целом комплект классный был. Но снова таки акцентирую. Знаете, по аккумулятору, вот я не знаю, к концу дня он, ну, аккумулятор вздыхал у меня. Если вы там вот не будете, знаете, увлекаться, вот, как я, использовать столько в телефоне и интернет, я думаю, что в целом все окажется вполне круто. И, конечно же, камера. Вот, ребята, я вам скажу, что действительно из плюсов телефона, вот если 170-106 долларов, здесь камера вполне классная и в темноте, и снимает изумительно при солнце, вполне классно. Единственное, что и замечания, и с портретом. Естественно же, сколько вот я вот не делал картинки и фото, в конечном итоге, вот что вот Лёни, с тесового уха. Я не знаю, вы в камере все увидите, но самое вот лучшее, что гляньте в примеры и фото, и видео. В темноте еще, вот именно по камере и видео, вот если стабилизацию включайте, вообще картинка плохая идет. Вот только выключайте, то все становится покруче. Из видео у нас, смотрите, в целом, ну, все экономно и пишется из Full HD и 30 FPS, ребят. Но самое, что главное, вы включаете стабилизацию и в конечном итоге у нас изумительнейшая и красивая картинка идет и планы. Я сталкивался с телефонами, где стоимость побольше, а камеры в конечном итоге оказывались еще похуже. На усы, чтобы глянули в примеры и фото, и видео. И из селфи у нас идет камера в тютельку, и что из плюсов, включается и стабилизация еще. В таком случае, что вы комфортно еще и сможете использовать его и для блогина, и для всего, и по фото. В целом, картинка вполне вот симпатичная идет, но вот снова такие, знаете, акцентировать. Если вы включаете и с портретом, то все-таки ухо у нас стесывает. По поводу вот пунктов, что там еще вот есть. Единственное, вы знаете, что я, ну, я так думаю, что будет все-таки кому-то интересно. Я вот сделал одну картинку, чтобы вы увидели, именно вот чем съемка в темноте отличается от такой. Единственное, или оставим уже на примеры и фото, и видео. Ну, короче, вот, смотрите, стандартная идет картинка, вот именно, что где лампа. Вот я думаю, что все увидели, что детализация, вот, что печальная. И смотрите, вот ты включаете, что съемку в темноте в такой степени, что по качеству и детализация изумительнейше идет. Это просто показывает, что все-таки камера исправляется, вот, вполне окей. Съемка в темноте, ну, что, в целом детализация вполне терпимая. И вот единственное, вот только включаете стабилизацию, то в конечном итоге, ну, что, чуть впечалька. Вот здесь я поэкспериментировал и сделал, вот, я считаю, что, ну, что, прикольную картинку, вот, знаете, вот, ну, что, вот, ну, как, ну, что, вот, как с людьми изначально все и целые, и силы в полные, а в конечном итоге всыхаемся, и в конечном итоге, что шкурка идет. Так что, вот, ребята, вот, ну, что, как-то так, в целом, с телефона ставлю стопроцентную пятерочку претензий вообще, вот, к нему, ну, и за 3,5, в котором, в конечном итоге, вот, я вот, не пользуюсь, и, ну, что, за вибрацией, я считаю, что, так, вот, честно, для меня все равно. Мне главное, чтобы, значит, динамик, и шел здесь громкий, и вы услышали его, вот, я, ну, все громко, классно идет, и с людьми вы говорите, все классно, и претензий, ну, что, телефон вот, не имею, покупайте или нет, 100%, да. Ну, вот, ребят, за ту стоимость, что теперь он стоит, я считаю, что дурно. Кто успел купить по акции, в том, в пятерка и лайк. Всем спасибо, пока.